Обратите внимание настоящего справа. Вот, смотрите, вытаскиваются с кармана сразу. Все, выстраиваются в ряд. И вот видите, вот он, бой. Этот, не в синий, это начальник Курчулуевского. У вас, смотрите, он машет, убери, говорит, куртку не неси. Сейчас второй раз, смотрите, видите? Убери, говорит, и все, тот отходит назад. Представляете, насколько сложные? Они присмыкаются перед этим Весмурадовым. Представляете, как просто мы живем, будучи даже на чужбине. И как тяжело, как тяжко живется этим присмыкающимся преступником. Хочу показать вам видео. Это видео уже не свежее. Оно было, по-моему, уже порядка месяца назад. Может быть, даже чуть больше. Я опубликовал его у себя в Телеграме. Но в этот раз мне захотелось показать его еще вам в эфире. Потому что это очень смешное. С одной стороны, и крайне недостойное, с другой стороны, видео. Итак, давайте сначала посмотрим, потом я его прокомментирую. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. В городе Шали, перед мечетью. Я сегодня не помню, что это было за мероприятие. То ли это празднование дня, якобы дня рождения пророка, мир ему и благословения Аллаха. По-моему, да, на это было мероприятие. В общем, это ночь перед рассветом и холодно. И вот Весмурадов снимает прямой эфир, ведет прямой эфир в Инстаграме. И в этот момент стоящий там в такой синей полицейской форме, это начальник Веденского РОВД. Рядом с ним стоит начальник Курчулоевского РОВД. Это такая вот их кадыровская элита, начальники. И вот этот вот начальник Веденского РОВД, а это тот самый человек, про которого я делал ролик, помните? Он отомстил за российских солдат, по-моему, назывался мой ролик, где к нему приезжают старые какие-то служившие в республике военные, которые уже не служат. И они, значит, рассказывают о том, как их подорвали. И он говорит, я за вас отомстил, говорит. В общем, это вот этот чувак. И этот Весмурад, он, видимо, говорит принести ему куртку. Этот Хумейт, говорит, начальник Веденского РОВД, он замерз. И в этот момент Весмурадов по кличке Патриот говорит, я не верю, говорит, что Хумейт замерз. Не может быть. Ты куда лезешь, а? Ну иди. И он говорит, я не верю, говорит, что Хумейт замерз. Я поверил бы, что ты мерзнешь, смотря на этого, обращаясь к начальнику Курчуловского РОВД. Но что Хумейт, говорит, мерзнет, я не верю. И представляете, этих слов уже достаточно тому, он несущую ему куртку, он подает знак рукой, и говорит, убери, говорит, куртку, не неси. И тот сначала, видимо, не понял, он ему еще раз машет рукой, говорит, не неси. И тот человек тогда отходит. Я сейчас еще раз покажу вам этот ролик, для тех, кто не понял. Еще раз посмотрите, насколько вот эти люди привыкли к присмыканию. Давайте еще раз. Обратите внимание, настоящего справа, вот, смотрите, вытаскивают с кармана сразу. Все, выстраиваются в ряд. И вот видите, вот он, бой. Этот, не в синий, это начальник Курчуловского. У вас, смотрите, он машет, убери, говорит, куртку, не неси. И сейчас второй раз, смотрите, видите, убери, говорит, и все, кто-то отходит назад. Вы знаете, насколько ложные. Они присмыкаются перед этим Весмурадовым. Ему, он даже не говорит ему, не одевай куртку. Он просто как бы шутя говорит, я не верю, что ты, что ты мерзнешь. И этого уже достаточно тому, чтобы эту куртку не одевать. Он это воспринимает уже как указание к тому, что он недоволен тем, что ты оденешь куртку. И его волнует этот вопрос, вы понимаете. Он не может ему сказать, чувак, холодно на улице. Конечно, мне холодно, я хочу одеть куртку. Он не может ему это сказать. Потому что он настолько перед ним присмыкается, настолько он ничтожен, настолько этот человек, вот эти все эти люди, они привыкли к присмыкаться с детства. Это та часть общества чеченского, которые были всегда в каком-то презрении. В школе, в университете, в селе, где бы это ни было. И сегодня все эти люди, и кадыры в том числе, все они сегодня оказались у власти. И они, отрываясь на нас, на простом народе, у себя между собой, они все равно сохранили вот это вот присмыкание, доминирование, подчинение, раб, господин и вот эта вот вся вот эта кухня. Вы представляете, насколько это отвратительно? И я задумался, смотря этот ролик, а я вообще, как получилось, что я его сегодня вам показал? Я случайно сегодня у себя в галерее наткнулся на него. И еще раз обратив на него внимание, я ужаснулся вот этим вот их порядком. И я хочу сказать, вот несмотря на то, что мы живем здесь в Европе, далеко от родины, мы как бы находимся в изгнании. И это тоска по родине, это какие-то определенные проблемы. Но несмотря на это, мы счастливы тому, что мы здесь, будучи не у себя на родине, будучи не в лучшем положении, не имея документов, имея какие-то проблемы даже с властями, мы ни перед кем здесь не должны вот так присмыкаться. Я стоя со своими товарищами, друзьями, если я скажу принести мне куртку, и кто-то мне из моих друзей, очень уважаемых мною людей, скажет, Тумсо, я не верю, что тебе холодно. Я не должен буду махать рукой и говорить, убери. Понимаете, это счастье, что мне не нужно ни перед кем присмыкаться. Я могу сказать, мне холодно, ты, может быть, так не думаешь, но ты ошибся, и я мерзну. Я могу ему это сказать, и это ни на что не повлияет. От этого не испортятся наши с ним отношения. Представляете, как просто мы живем, будучи даже на чужбине. И как тяжело, как тяжко живется этим присмыкающимся преступникам, несмотря на то, что они находятся на родине, нашей общей родине, на своей земле. Но им гораздо сложнее, чем нам. Странно, если ты говоришь, что этих кадыровцев всегда презирали, когда они были слабы, чему удивляться, что они на вас отрываются. Ты пойми, это ведь не по нашей вине они были ничтожны. Есть люди, которые по своей природе, они недостойны. У них такое воспитание, может быть, их воспитывали неправильно. Или как-то сами себя они привели к подобного рода судьбе. Я не знаю, но это не от того, что их кто-то там угнетал, или их кто-то выселял, над ними кто-то издевался. Это ведь не от этого происходит. Сами по себе люди, бывают люди хорошие, бывают плохие. Бывают люди смелые, достойные, бывают трусливые и ничтожные. Таков мир восточный. Во-первых, люди, которые ведут такой образ жизни, мало задумываются о народе. Во-вторых, в какой-то момент это перестает быть только вопросом наживы. Когда ты в этой системе, деньги будут поступать в любом случае, а ты уже думаешь больше о том, как бы не выпасть из системы и из комфорта. Ну, наверное, ты прав. Соглашусь. Плюс-а-ну. Мухаммад Тумсо, я уверен, что Рамзан при такой активности в инете смотрит тебя лично. Ты веришь в то, что если вы поладите с Рамзаном, то и вся его элита с тобой поладит. И ты можешь вернуться на родные земли. Я вообще такие вещи не допускаю. Поэтому я об этом не думаю. Вы видели, как Рамзан кормит свою жену с рук и выкладывает всем на обозрение? Я тоже так же отношусь к своей жене, но никогда не показывал бы этого. А почему? Тебе вот Кадыров показывает пример, говорит, чтобы ты тоже показывал. Но я тебе, конечно, не рекомендую этого делать, потому что в твоем случае этого делать нельзя. Тебя заставят извиняться. Обвинят в том, что ты нарушаешь все традиции. И, в общем, будет плохо. Поэтому не делай этого. Так, все. Наверное, на этом будем заканчивать. Субтитры создавал DimaTorzok